Минск Главнокомандующий вооруженными силами Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко поднимается на центральную трибуну. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова На площадь въезжают две открытые парадные машины. В одной принимающий парад министр обороны Республики Беларусь генерал-полковник Леонид Мальцев, в другой командующий парадом заместитель министра обороны генерал-майор Юрий Миренцов. Товарищ генерал-полковник, войска Минского гарнизона для парада возднования Дня независимости Республики Беларусь построим, командующий парадом генерал-майор Юрий Миренцов. Начинается объезд войск. Автомобиль министра обороны направляется к офицерским парадным расчетам военной академии. Созданная в 1995 году, она является ведущим вузом страны по подготовке военных кадров. Поздравляю вас с Днем независимости Республики Беларусь! Поздравляю вас с Днем независимости Республики Беларусь! Глава военного ведомства направляется к воинам 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады, транспортных войск и курсантам военно-технического факультета БМТУ. Здравствуйте, товарищи гвардейцы! Здравствуйте, товарищи гвардейцы! Поздравляю вас с Днем независимости Республики Беларусь! Генерал-полковник Леонид Мальцев направляется к парадным расчетам подразделений Государственного комитета пограничных войск, внутренних войск Министерства внутренних дел и Министерства по чрезвычайным ситуациям. Поздравляю вас с Днем независимости Республики Беларусь! Ура! Министер обороны направляется к парадным расчетам 38-й и 103-й отдельных гвардейских мобильных бригад. Здравствуйте, товарищи десантники! Здравствуйте, товарищи гвардейцы! Здравствуйте, товарищи гвардейцы! Генерал-полковник Леонид Мальцев направляется к парадному расчету Минского Суворовского военного училища. Здравствуйте, товарищи суворовцы! Поздравляю вас с Днем независимости Республики Беларусь! Ура! 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 Объезд войск завершается. Министр обороны Республики Беларусь генерал-полковник Леонид Мальцев направляется к центральной трибуне. Всего в составе пешей колонны перед меньшанами и гостями столицы пройдут 20 парадных расчетов, в каждом из которых по 100 человек. После их прохождения торжественным маршем в небе пройдет воздушный эшелон парада. Небо над столицей окрасится в цвета государственного плага. И завершится праздничное шествие войск Минского гарнизона плацпарадом роты почетного караула. Машина принимающего парад останавливается возле центральной трибуны. Музыка 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 Товарищ президент Республики Беларусь Войска Минского гарнизона к параду готовы. Министр обороны генерал-полковник Мальцев. Война! Война! Музыка Товарищи солдаты, сержанты, прапорщики, офицеры, дорогие ветераны, уважаемые соотечественники и гости столицы. Третье июля занимает особое место в истории и судьбе беларуского народа. Сегодня мы отмечаем главный государственный праздник нашей страны – День независимости Республики Беларусь и 62-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Немеркнущим символом торжества справедливости пришел на нашу землю летом 44-го светлый праздник освобождения. И чем дальше вглубь истории уходит это событие, чем величественнее предстает перед нами выдающийся подвиг народа, отстоявшая свободу и независимость Отечества. Все меньше участников и очевидцев той страшной войны остается с нами. Но память о героических защитниках Родины живет в сердцах новых поколений. Несгибаемую волю, твердость и силу духа проявил в годы Великой Отечественной белорусский народ. Колоссальным напряжением сил, ценой невиданных жертв и разрушений, досталась нам победа в этой самой жестокой и кровопаралитной бойне 20-го века. Поэтому закономерно, что белорусский народ отличает обостренное чувство ответственности за безопасность Отечества, за мирную жизнь и политическую стабильность в обществе. И не случайно День Освобождения стал главным праздником страны, Днем Республики. Ведь по праву это самое судьбоносное событие в летописи нашего народа. Сильная и процветающая Беларусь – лучший памятник павшим и живым. Всем, кто в жестоких сражениях отстоял независимость нашей страны. Сегодня в Беларуси обеспечены мир, стабильность и безопасность. Мы последовательно реализуем свою модель развития, основанную на взвешенных, продуманных преобразованиях с сохранением всего лучшего, что имели раньше. Наша страна проводит исключительно миролюбивую внешнюю политику. За годы независимости мы не ввязались ни в один международный конфликт, не дали себя втянуть ни в одну политическую авантюру. Мир в 21 веке не стал спокойнее. Войны и вооруженные конфликты последних лет являются печальным подтверждением этому. Европейский континент, к сожалению, был и остается наиболее милитаризованным регионом мира. В этих условиях Беларусь принимает необходимые меры по созданию целостной и эффективной системы национальной безопасности, по защите жизненно важных интересов личности, общества и государства во всех сферах деятельности. В настоящее время вооруженные силы, другие войска и воинские формирования Беларуси имеют все необходимое для успешного отражения агрессии против нашего государства. На качественно новый уровень подняты боевая и мобилизационная готовность. Постоянно совершенствуется подготовка органов управления и войск. Это создает объективные предпосылки для стерживания горячих голов от попыток разговаривать с нами с позицией силы. В рамках организации договора о коллективной безопасности мы вносим весомый вклад в обеспечение коллективной безопасности огромного региона. Неделю назад на территории нашей страны завершилось совместное с вооруженными силами России масштабное командно-штабное учение «Щит Союза-2006». Впервые в истории. Цели его достигнуты. На практике подтверждена способность вооруженных сил обоих государств успешно выполнять задачи по защите нашего общества Отечества. Хочу подчеркнуть, что военная доктрина союзного государства имеет строго оборонительный характер, направлена на обеспечение суверитета территориальной ценностности наших стран, поддержание стратегической стабильности в восточноевропейском регионе и создание условий для прочного и справедливого мира. В нашем государстве создана надежная система национальной безопасности, а вооруженные силы всегда будут готовы защищать суверенитет и территориальную целостность страны. В Беларуси сохранены высокий патриотизм граждан и немеркнущая память о подвиге, совершенном в годы Великой Отечественной войны поколением победителей. Эти завоевания мы сохраним и впредь. Дорогие ветераны, вы не дали поставить нашу страну на колени в самый трагический период истории. Вы показали, что никакой враг не сможет нас ни сломить, ни запугать, ни победить. Вы доказали, что у нашей Родины, у белорусского народа был, есть и всегда будет огромный запас прочности. И эту уверенность вы передаете своим наследникам, нам, новым поколениям белорусов. Низкий поклон и глубокая благодарность вам, ветераны Великой Отечественной войны. Уважаемые участники парада, вам оказано высочайшее доверие и честь представлять белорусскому народу и всему мировому сообществу вооруженные силы, войска и воинские формирования Беларуси. Сегодняшний парад вселяет уверенность в том, что связь поколений не прервется. Убеждает наш белорусский народ, что в нашем государстве есть силы, которые готовы в любой момент защитить его мирный труд. Будьте же достойны великого подвига поколения освободителей. Дорогие соотечественники, в этот святой для нас день хочу заверить, что руководство страны сделает все, чтобы сохранить мир и стабильность на белорусской земле, создать все условия для мирной жизни и созидательного труда. Желаю вам счастья, согласия и благополучия. С Днем Независимости вас, дорогие товарищи! Слава защитникам Отечества! Ура! Слава защитникам Отечества! Слава защитникам Отечества! Слава защитникам Отечества! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Остальные направо! Пусть! На плечо! Равнение направо! Шагом! Парш! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Начинается прохождение войск торжественным маршем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Право открыть парад по традиции предоставлено барабанщикам Минского Суворовского военного училища. За 50 с лишним лет из Минского Суворовского путевку в самостоятельную жизнь получили более 12 тысяч юношей. Более 30 бывших суворовцев стали генералами, более 100 докторами и кандидатами наук. Двое выпускников Минского Суворовского военного училища стали героями Российской Федерации. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сотни выпускников училища за проявленное мужество и героизм награждены боевыми орденами и медалями. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Перед трибунами знамя победы и штандарты первого, второго и третьего белорусских и первого прибалтийского фронтов, принимавших участие в белорусской стратегической наступательной операции «Багратион», одной из главных операций Великой Отечественной войны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как дань уважения ветеранам-победителям, на площади парадный расчет в форме солдат и офицеров времен Великой Отечественной войны. За символическими парадными расчетами воинов-победителей перед трибунами проходят военнослужащие в боевой форме одежды уже современного образца. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Перед трибунами парадные расчеты военной академии Республики Беларусь во главе с начальником академии генерал-майором Игнатием Мисурагиным. Впереди парадный расчет профессорско-преподавательского состава академии. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Торжественным маршем проходит парадный расчет слушателей командно-штабного факультета. Его возглавляет генерал-майор Николай Минаев. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Перед трибунами курсанты факультета связи и автоматизированных систем управления. В 1992 году здесь подготовлено более полутора тысяч офицеров. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Примечательно, что уже несколько лет на факультете связи ИСУ обучаются военнослужащие женщины. При поступлении в конкурс среди них составляет шесть человек и более на одно место. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА По окончанию учебы в военном буде молодых офицеров ожидает служба на новейших, изготовленных в основном на предприятиях оборонного комплекса нашей страны средствах автоматизации. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Перед трибунами проходят курсанты факультета противовоздушной обороны. За более чем полувековую историю здесь подготовлено около 15 тысяч военных инженеров. Более 50 выпускников стали докторами наук. Около 500 кандидатами наук. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Перед трибунами курсанты военно-технического факультета Белорусского национального технического университета. Они впервые принимают участие в военном параде. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И на площади парадный расчет 120-й отдельной гвардейской Рогачевской механизированной бригады имени Верховного Совета Белорусской ССР. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Перед трибунами парадный расчет курсантов Факультета пограничных войск Военной Академии. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В центральной трибуне подходят парадные расчеты Внутренних войск Министерства внутренних дел. В первой коробке курсанты факультета Внутренних войск Военной Академии. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В парадном строю воины 3-й отдельной краснознаменной бригады оперативного назначения Внутренних войск МВД. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Перед центральной трибуной проходят курсанты Командно-Инженерного института Министерства по чрезвычайным ситуациям. Институт уже подготовил более 2,5 тысяч офицеров-спасателей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Перед праздничными трибунами гордость белорусской армии Парадные расчеты сил специальных операций. В строю преемники славных боевых традиций Воздушно-десантных войск Воины-гвардейцы 38-й и 103-й отдельных мобильных бригад. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Их главными особенностями является дерзость, внезапность, быстрота в сочетании с инициативой и умелым использованием ударных и маневренных возможностей вооружения и военной техники. Именно такие качества в полной мере воины в голубых беретах продемонстрировали в ходе прошедшего недавно учения «Щит Союза-2006». ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Перед трибунами парадный расчет Минского Суворовского военного училища. Тысячи мальчишек мечтают о балы в погонах. Однако за красивой формой, подтянутостью, внешним лоском стоит тяжелый ежедневный труд. Воспитание в себе готовности к защите Отечества. Выработка необходимых для военной службы качеств. В Небе над Минском появляется вертолет Ми-8 с государственным флагом Республики Беларусь. Вертолет пилотирует летчик первого класса, начальник службы безопасности полета в 50-й смешанной авиационной базы ВВС и войск ПВО, воин-интернационалист, кавалер ордена за службу Родине, подполковник Павел Карабан. Высота полета вертолета 100 метров. Его скорость 60 км в час. В Небе учебно-тренировочные самолеты Л-39 и состава учебно-тренировочной авиационной эскадрильи 206-й штурмовой авиационной базы военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. Самолеты пилотирует командир 206-й штурмовой авиационной базы полковник Игорь Голуб. Именно он и его подчиненные 6 июня пресекли нарушение государственной границы Беларуси в воздушном пространстве. В составе эскадрильи заместители командира базы подполковники Константин Яборов, Олег Вавренюк, Владимир Нечипорщик, заместитель командира по идеологической работе Александр Ахрамович и заместитель командира учебно-тренировочной авиационной эскадрильи майор Николай Дрыжко. Военно-воздушные силы и войска противовоздушной обороны вооруженных сил Республики Беларусь располагают подготовленным летно-техническим составом, оснащены современной техникой и вооружением. А сейчас вы станете свидетелями яркого и незабываемого зрелища. Выступает сводная рота почетного караула. В едином строю военнослужащие двух видов вооруженных сил Государственного комитета пограничных войск и Министерства внутренних дел. В сегодняшнем плацпараде принимает участие 144 человека. Как всегда, РПК приготовила нам массу сюрпризов. Впрочем, слова здесь не нужны. Вы все увидите сами. Откроем лишь один секрет. Самое оригинальное перестроение, личный состав РПК приберем к финальной части своего выступления. Смотрим. 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 КОНЕЦ 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 КОНЕЦ 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 crazy КОНЕЦ 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 В сегодняшний день этот парад пронизаны торжественной музыки. На площади звучат не только марши, но и мелодии военных лет. Сводным военным оркестром дирижирует начальник военно-оркестровой службы вооруженных сил, заслуженный артист Республики Беларусь, полковник Владимир Ермолаев. В состав этого музыкального коллектива входят 9 оркестров Минского гарнизона общей численностью 220 человек. КОНЕЦ 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 Продолжение следует...